пролетарии всех стран соединяйтесь мы с тобой одной крови ты и я именем перу на приветствую вас уважаемые зрители и слушатели нашего канала отделение глава 6 задача деления от процесса определения отличается процесс деления дивизию различие между ними заключается в том что определение раскрывает содержание понятия отделение раскрывает его объем задача деления заключается в том чтобы указать все виды совокупность которых составляет объем данного понятия так например понятие треугольник мы могли делить следующим образом треугольник а прямоугольной b а с треугольной c тупоугольной d у нас было бы понятие треугольник а и мы перечислили все частные понятия b c и d входящие в объем этого более общего понятия которые относятся к ним как род к своим видом то понятие объем которого мы раскрываем называется делимым тотум дивидендум а те виды которые получаются отделения называются членами деления мембра дивизионис основание деления когда мы производим деление рода на виды то мы обращаем внимание на те признаки которыми обладают одни виды и не обладают другие тот признак который дает нам возможность разделить род на виды называется основанием деления фундаментум дивизионис основанием выше приведенного деления понятия треугольник была величина углов треугольники но можно это же самое понятие делить по какому-нибудь другому основанию например положить в основании деления отношения сторон треугольника по величине тогда отделение представится в следующем виде треугольник а равносторонний b равнобедренный c разносторонний d процесс несколько усложняется если полученное отделение виды в свою очередь делить на подвиды это процесс называется подразделением так например при понятии треугольник именно тупоугольный треугольник или какой-нибудь другой можно в свою очередь подразделить на подвиды равнобедренный и разносторонний разумеется деление и подразделения будут относиться к одному понятию дихотомия в процессе деления иногда употребляется прием который называется дихотомией и который заключается в делении данного понятия а на противоречащие понятия b и не b берем какое-нибудь понятие которое нам надо разделить например понятие человек выделяем в одну группу какой-нибудь из видов заключающихся в этом понятии например вид славянин а в другую группу не славянин относимся прочий вид затем с этим вторым отрицательным понятием поступаем точно таким же образом подразделяем понятия не славянин на две группы в одну из них относим например подвид германец а в другую все прочие остающиеся подвиды соединяя их в одно понятие не германец затем с этим понятием поступаем точно так же как и с предыдущим и продолжаем наше деление до тех пор пока она нет не окажется исчерпанным человек славянин не славянин германец не германец этот прием имеет тот недостаток что оставляет каждый раз крайне неопределенной часть объема делимого понятия именно ту часть которая обозначается частицей не но с другой стороны значительно облегчает самый процесс деления потому что придает ему исчерпывающий характер почему его иногда называют исчерпывающим делением что она имеет исчерпывающий характер можно объяснить при помощи следующего приема если мы разделим всех обитателей европы и азии на расы белую и желтую то может оказаться что некоторые племена не подойдут ни под одну из этих раз и мы не будем в состоянии поместить их в нашем делении но этого не будет в том случае если мы будем делить дихотомические обитатели земного шара белые-небелые желтые не желтые при таком делении всякое новое племя должно быть должно будет войти в последнюю группу которая не будет ни белой ни желтой в этом заключается преимущество дихотомического деления правило делением деление может деление должно должно подчиняться следующим правилам деление должно быть адекватно или соразмерно это значит что если мы перечисляем по какому-нибудь основанию или принципу виды данного родового понятия то мы должны точно перечислить все виды не уменьшая не увеличивая их количество то есть сумма видов должна равняться делимому роду если при делении мы не перечислим всех видов то есть если эта сумма будет меньше то у нас получится деление неполное если же мы в объем делимого понятия ведем виды которые в нем на самом деле не содержатся то у нас получится деление слишком обширное то есть указание то есть указанная сумма будет больше например положив основание деления понятия треугольник величину его углов мы могли бы получить такое деление треугольник остроугольный тупоугольный Ясно, что это деление неполное. Ибо здесь не хватает одного члена деления, потому что в объем понятия треугольник находится еще один вид, который при делении нами пропущен. Именно прямоугольный треугольник. Неполным было бы деление людей на порочных и добродетельных, деление научных теорий на истинные и ложные, потому что в этих делениях упускаются промежуточные ступени. Кроме людей порочных и добродетельных, есть люди, о которых нельзя сказать, что они порочны, но нельзя сказать, что они добродетельны. Кроме истинных и ложных теорий, существуют еще теории, частью истинные и частью ложные. Обратная ошибка будет получаться в том случае, если мы, деля какое-либо понятие, вводим его в объем такой вид, который не входит в действительности в его объем. Если бы, например, разделили понятие дерева на дуб, ель, фиалка, то очевидно, что вид фиалка относится к объему совсем другого понятия, и что при делении понятия дерева он попал в число членов его неправильно. Члены деления должны исключать друг друга. Это требование станет ясным, если мы возьмем для примера следующее деление. Книги. Французские, немецкие, словари и так далее. Это деление неправильно, ибо понятие, например, французские книги и понятие словари не исключают друг друга. Книга может быть и французской, и словарем в одно и то же время. Или возьмем, в пример, также другое деление понятия книги. Книги. Полезные, понятные, интересные и так далее. Здесь один вид книг не исключает и своего объема других видов. Полезная книга может быть в одно и то же время и понятной и интересной. Ошибки как в первом, так и во втором из приведенных примеров деления произошли потому, что не было выдержано третье требование правильного деления. А именно, деление должно иметь одно основание. При делении понятий чаще всего повторяется ошибка, заключающаяся в том, что процесс деления меняется основание деления. В процессе деления меняется основание деления. Произведем деление народов Европы. Народы Европы. Магометяне, христиане, французы, немцы и так далее. Ребята, это деление неправильно. Ибо мы, взяв сначала основанием деления понятия религия, затем меняем это основание на другое, именно на понятие национальность. Или другой пример. Прямолинейные фигуры. Треугольники, параллелограммы, прямоугольники, многоугольники. Это деление также неправильно. Так как у нас здесь скрещиваются такие различные основания деления, как число сторон, направление сторон, величина углов. Такое деление называется перекрестным. Итак, третье условие правильности деления заключается в том, чтобы при последовательном перечислении видов делимого понятия было выдержано одно основание деления. Но следует заметить, что одно основание деления должно быть выдержано только при первом делении понятия. Уже при вторичном делении, то есть при подразделении основания деления должно измениться. Так, например, если мы разделили понятие треугольник, взяв основанием деления величину углов на такие виды, как остроугольный, прямоугольный и тупоугольный, то желая далее продолжать деление какого-нибудь из этих членов деления, мы уже должны основание деления изменить. Так, понятие остроугольник и треугольник мы можем делить еще далее. Если возьмем основанием деления уже не величину углов, а отношение сторон по величине. Треугольник. Тупоугольный, прямоугольный, остроугольный, равносторонний, равнобедренный и разносторонний. То есть первое, второе, третье, А, Б, В. Деление должно быть непрерывным. То есть при делении какого-либо понятия нужно переходить к ближайшему, низшему роду. В противном случае будет получаться то, что называется скачком в делении. Если бы мы понятие природа разделили на первое, животное, второе растение, третье минералы, в этом делении был бы слишком внезапный переход от понятия природа к понятиям минералы, животные. Чтобы исправить эту ошибку, следует вставить между понятием природы и членами выше приведенного деления еще два посредствующих звена. Именно понятие мир неорганический и мир органический. Тогда деление приняло бы следующий вид. Природа, мир органический, животные и растения, мир неорганический, минералы и прочее. Вопросы для повторения. Итак, вопросы отвечайте мне в комментах. Какова задача деления? Первый вопрос. Второй. Что называется делимым понятием? Третий вопрос. Что называется членами деления? Четвертое. Что такое основание деления? Пятое. Что такое подразделение? Шестое. Что такое дихотомия? Седьмое. Его преимущества и недостатки. То есть дихотомия. На самом деле это все в одно. Перечислите, пожалуйста, правила деления. И последнее. Приведите примеры. Не каждое правило. И укажите применение каждого правила. Тут такой вопрос подвохом на самом-то деле. Но я понял в чем суть. Сначала я запутался. Думал, блин, может самому ответить. Не-не, сами ответить. Все понятно. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде. Спасибо.